Приветствую вас! Давайте попробуем с вами как-то вот по порядочку разобраться с тем, что у вас происходит. Во-первых, вы живете с мужем, с браком 4 года. Итак, пишите вы, почему вы в 4 года в браке до сих пор свои отношения не узаконите. Это первый вопрос. То есть, чем обусловлено по мнению вашего мужа, такая вот его позиция относительно вас, относительно того, как он выстраивает свои отношения. То есть, почему мужчина до сих пор не ленился на вас. Это первое. Далее вы пишите о том, что у вас пропало доверие к нему, пластная ревность и претензии, как вы говорите, обвинения беспочвенно. То есть, вам точно интересно так получается, что вы, как бы, сами понимаете, что ваши обвинения беспочвенные. Значит, продиктованы не тем, что мужчина делает, не тем, что... Не тем, как мужчина себя ведет, а тем, как, по большому счету, ведете себя вы. То есть, именно ваше поведение, как бы, является здесь причиной. Ну и, соответственно, сразу возникает вопрос, что заставило вас так себя начать вести. То есть, вы говорите, что... Вот. Четыре года вы живете в музее, на будет работа в границе, и у меня пропало доверие к нему. Знаете, вы не описываете здесь, почему у вас пропало к нему доверие. То есть, с чем связано ваше исчезновение доверия? Ну, были какие-то обстоятельства, были какие-то ситуации, которые подорвали доверие. Почему вы эти ситуации смущили, не обсудили, не выяснили все, не поговорили? А если поговорили, то почему вас это не убедило? Это вот то, как бы, направление, в котором вам нужно двигаться. Дальше. Вы пишете обвинения и ревность. Значит, обвинения в чем-то, это проектирование. Особенно, если обвинения беспочвенные, ну, знаете, как... Любое обвинение, в принципе, можно назвать беспочвенным. Это с какой стороны на эту ситуацию посмотреть. Вот. Но факт тот, что... Значит, обвинения это проектирование. То есть то, в чем вы обвиняете своему мужчину, либо вам хочется, либо вы этого боитесь. По каким-то причинам. И причины эти появились у вас либо в браке, либо до брака, либо, значит, идут из детства, либо являются преобъясненными какими-то страхами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, далее вы называете ревность. Ревность это неуверенность в себе, как женщины. Ревность это, опять же, страх потерять мужчину, страх остаться одной. Это позиционирование своего мужчины, как средство для достижения своих целей. Понимаете, о чем идет сейчас наша с вами речь? Человек ревнует, потому что у него есть, у него есть некоторое чувство собственничества по отношению к партнеру, по отношению к своему мужчине. Ну, в данном случае, в вашем случае, по отношению к мужчине. И это чувство собственничества, это желание, чтобы мужчина принадлежал только вам, это потребность, чтобы он делал только то, что вы хотите, чтобы он делал только то, что вам, например, нравится, то, что вам интересно. И, соответственно, страхи, которые у вас есть, а также эгоизм. Ревность это всегда эгоизм. То есть, это стремление для себя, для себя. При этом игнорируется человек, ну, сам человек, как бы, игнорируется при этом. Вот, все это определяет ревность. Ну и, соответственно, что здесь вам нужно сказать? В первую очередь, нужна работа со страхами. Это процесс достаточно длительный, потому что со страхами вы жили какое-то время и не так просто от него избавиться. Для начала о нем нужно начать разговаривать хотя бы, то есть, чего вы боитесь, и проговаривать его раз за разом, чтобы страх становился все более и более реальным, все более и более отчетливым. Вот. Что вам нужно понять, как я на страхов, это то, что страх – это всегда иррациональное представление. Мистическое представление, которое не осознается, недостаточно рационализировано. Так, здесь стоит понять, что страх – это, в принципе, защитная реакция. Это защитная реакция, ну, сознание. И в целом, в целом, в страхе нет ничего плохого. В целом, страх – это нормально. Только чего вы боитесь? Вот в чем вопрос. Понимаете, если вы боитесь, например, того, что мужчина от вас идет, допустим, то, в действительности, вы боитесь не того, что мужчина от вас идет, не самого этого факта. Потому что, ну, лично для вас, вот, сам факт того, что мужчина ушел от вас, он, значит, не так много, он не страшен сам по себе. Страшны последствия этого. Давайте подумаем, какие могут быть последствия у этого. Последствия этого могут быть что? Вы останетесь одна, вы потеряете средство удовлетворения своих потребностей, вы будете проектировать на, опять же, себя же, вы будете проектировать, то, что мужчина от вас ушел. То есть, в том, что мужчина от вас ушел, вы будете винить, конечно, его, но, в первом, но и так же вы будете винить и себя. То есть, говорить, что это я, там, недостаточно хорошая, это я, там, недостаточно что-то делала, это я, вот, я такая плохая, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь мы переходим с вами к важному пункту, то есть, там, пункт, пункт уверенности в себе, вашей уверенности в себе. И, соответственно, возникает вопрос сразу к вам, почему вы в себе не уверены? В чем именно вы в себе не уверены? Вот, вы знаете, я предлагаю вам поработать на свою уверенность в себе, подумать о том, какие у вас сильные и слабые стороны, почему они такие, являются ли они действительно таковыми, и что с ними можно сделать? То есть, я имею в виду, как их можно вот утрамбовать, уложить в тело вашей личности, которой вы являетесь. То есть, тут тоже отдельное такое направление. Значит, дальше, следующее. Вы пишете про его сестру, которой мужчина позволяет себя обещать, оскорблять и прочее, прочее, прочее. Совершенно непонятно, почему вы так из-за этого переживаете. Дело в том, что ваш мужчина и сестра, они были знакомы до вас, они знают друг друга очень долго, и у них сложилась своя модель отношений, скажем так. Так, и мне непонятно, почему вы считаете для себя, да, вот почему вы считаете для себя, возможный, ну, как-то оценивать, когда оценивать мужчину, оценивать его отношения с сестрой, то есть, по сути дела, вот с той, да, кого он знает, значит, там, долго, много и так далее. Вот. Для меня вот этот момент непонятен, почему вы позволяете себе это. Почему вы позволяете себе давать оценочные суждения мужчине? Что для вас конкретно значит, и чем для вас конкретно страшно, то, что его оскорбляет его сестра? Это его проблема, это его отношение с ней. Оставьте их вместе. Не нужно туда смотреть. Это отношение двух людей, которые складывались задолго до вас. И вы не сможете их поменять. Потому что для мужчины это родной человек. Но вот почему вы видите в этом угрозу в себе? Большой вопрос. Для меня, по крайней мере, это большой вопрос. Возможно, мы жена в чем-то зависим от своей сестры, тогда нужно поговорить с ним об этом, подумать, в чем проявляется непосредственно его зависимость, как он к ней относится, опознает ли он ее. Если нет, то показать ему негативные последствия этих, этих, ну, этой зависимости, да? Вот. И только если мужчина сам захочет изменить отношения со своей сестрой, ему нужно будет обратиться к психологу для того, чтобы именно мы помогли мужчине, именно мы, а не вы, помогли мужчине справиться с этой проблемой. Но только при условии, если он сам считает это для себя проблемой. По-другому, к сожалению, не получится никак. Это невозможно. И вам нужно, скорее, решить свои проблемы, а потом уже пытаться решить проблемы мужа. Потому что, ну, так как сейчас вы своей ревностью только мужчину отталкиваете от себя своей ревностью, вы поселяете в сознании мужчины мысль о том, что вам можно изменить мысль о том, что вы допускаете измену, а значит, не так уж вы для него и хороши. И вот на первое время, на первое время вам предстоит серьезная работа с психологом, но на первое время я дам вам небольшую рекомендацию дазера. Когда вам хочется обвинить себя на мужчину и как-то вот, ну, что-то сказать такое неприятное, старайтесь между этого сделать наоборот, что-то хорошее. То есть улыбнитесь, говорите что-то нежное, приятное, ласковое, заботливое и, то есть, по-другому направляйте свою энергию, которая у вас идет. И через вот эту трансформацию вы не будете еще больше усугублять те проблемы, которые у вас есть. У вас и у вашего мужа есть. и сохраните то, что осталось. Может быть, сможете приумножить, но, по крайней мере, не сделайте хуже. Вот это очень важный момент, но это только на первое время. Потому что без проработки всего того, о чем я говорил, нельзя, просто нельзя будет полностью ликвидировать данную проблему. Надеюсь, вы понимаете. Тем более, если у вас уже нервный срыв был. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личскую «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...